Всем огромный привет, девчонки! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня давайте вместе собираться, болтать. В общем, будет такая болтательная собиралка. Мне прислала моя двоюродная сестра один очень красивый макияж, такой осенний, глубокий. Я бы, наверное, даже его назвала праздничным. Ну, сами видите, очень красивый. Постараюсь его сегодня повторить. И я сегодня решила начать с ухода за лицом. Чаще всего как-то этот шаг я упускаю. Сажусь уже с нанесенным кремом и всем таким. Но сегодня у меня есть еще и тема для разговора с вами. В общем, да, начинаю с тоника от La Roche-Posay, потому что с утра умылась водой. Теперь нужно восстановить мне PH кожи. Вообще, я вам говорила в видео про пустые баночки, что сейчас пользуюсь уходом от La Roche-Posay, который мне подобрали в прошлом году, когда я ездила на консультацию к дерматологу. На самом деле, эта поездка для меня оказалась спасительной, потому что на тот момент у меня было все очень плохо с кожей, очень много шелушений, покраснений вот здесь вот в районе Т-зоны было. И в этом году у меня, к сожалению, именно переходный период от, получается, лета к осени снова это все началось не столь в ужасной форме. То есть у меня покраснений не так много, но шелушиться кожа начала, поэтому я сразу же решила так все, беру снова уход, который меня спас. И даже не буду долго ждать каких-то более ужасных последствий. У меня это Гидрофаз, такой крем-гель под глаза, который сейчас нанесу. И на дневной уход Толеран Ультра, вот это просто мое спасение. Это тот крем, который меня спас от шелушений. И в связи с тем, что мне все эти продукты уже второй раз спасают кожу, хочу поделиться с вами также новостью на сайте La Roche-Posay. Сейчас запускается тест, по прохождению которого вы можете получить рекомендацию от экспертов марки La Roche-Posay, точнее вы ее получаете, и вам подбирается индивидуальный уход для вашей кожи, состоящий из трех продуктов. Первое это очищение, второе увлажнение и третье дополнительный уход. То есть на основе ваших ответов создается, комбинируется именно тот набор продуктов, который нужен вашей коже, чтобы достичь результата, которого вы хотите достичь в уходе. И помимо того, что вы узнаете, какие продукты необходимы для ухода за вашей кожей, кожа, можете получить на свой email полную рекомендацию от экспертов марки, от дерматологов марки La Roche-Posay. Также сможете купить эти три рекомендованных продукта с 15% скидкой в интернет-магазине La Roche-Posay, но это именно там, где вы будете проходить тест. И, кстати, при покупке любого продукта на сайте La Roche-Posay на сумму больше, чем 2000 рублей, вы сможете получить свой вот этот набор подобранных вам трех продуктов мини-версии бесплатной, либо вы можете оплатить доставку, и тогда тоже эти мини-версии вам бесплатно придут с оплатой доставки. Количество вообще участников ограничено. Если у вас есть какие-то проблемы с кожей, как вот у меня конкретные были, или вы просто уже давно хотели подобрать себе конкретный уход за кожей, то обратите внимание на этот тест, и я вам очень советую просто его пройти, посмотреть, что же вам рекомендовано использовать. Ну что, я пока с вами болтала, время уже прошло, и нанесла уже свой уход, давайте теперь приступать к макияжу. Я постаралась выбрать такие более-менее бюджетные продукты, чтобы весь мой макияж был на довольно бюджетной косметике. И начинаю с тонального крема от Kiko Milano. Это увлажняющий тональный крем, как раз то, что мне сейчас нужно на зиму и на осень. У вас, кстати, интересно, как тоже так кожа сильно реагирует и так сильно меняется с переходом от одного сезона к другому. Я раньше как-то этого не замечала, и мне всегда было странно, когда девчонки говорили, что типа, ну вот мне там на зиму нужен другой тональный крем. Но это вообще обычно еще и в журналах писалось. Я думаю, это странно, я одним круглогодично пользуюсь, и нормально. Но с взрослением, со старением, видимо, кожа как-то больше реагирует на это все. Видите, тональный крем такой классный. Он ложится очень-очень легкой вуалью, но здорово выравнивает мне кожу. Антон тут сидит со мной в комнате и говорит, хватит уже тут песни петь, рассказываю уже про пол ребенка. Знаете, так весело, когда выставляешь какую-нибудь фотографию. Я выставляла в инстаграм не какую-нибудь, а с вопросом, как вы думаете, кто у нас будет, мальчик или девочка. И я даже не пыталась там, если честно, на что-то намекать. Мне просто было интересно, вот как вы думаете. Но девчонки начали искать по там цвету цветов, которые у меня в руках, или по тому, как я написала, что у нас бабье царство. Просто Антон сейчас реально живет в бабье царство. У него я, у него две кошки женского пола, но я не намекала на то, что значит у нас будет девочка, потому что у нас будет мальчик. У меня будет третий любимый мужчина в жизни, мой защитник. Первый, естественно, папа, второй Антон, и третий будет наш любимый мальчик, сыночек. Именно психологически я всегда думала, что ну я точно мама девочки, и никак иначе. Но нас очень рано посвятили в то, кто у нас будет. То есть уже на 12 неделе, на первом скрининге у нас он проводится на 12 неделе, нам сказали, тут без вариантов, у вас мальчик. Выбрала я себе коляску. Пока что не буду вам говорить, потом, когда она уже придет, расскажу, покажу. Да, я собираюсь снять видео, где покажу вам свои покупки для нашего мальчика. Имя, кстати, у нас уже есть. Но оно такое, у нас есть несколько имен, есть самое вероятное, я не буду пока вам говорить, я думаю, что это как всегда, пусть вот он родится, мы на него посмотрим. Мне все так сказали, что это самое правильное, и я сама так чувствую. Мы на него посмотрим, и тогда уже решим, подходит ему это имя или вообще нужно что-то другое. Кстати, у меня сейчас возникла идея сделать в этом видео голосование. Если у вас есть ребенок, то проголосуйте, пожалуйста, кто у вас, мальчик или девочка. Интересна статистика, насколько больше мальчиков или девочек. Еще недавно читала у какого-то блогера, что по каким-то исследованиям, странным для меня, выяснилось, что первыми чаще всего рождаются мальчики. Мне кажется, довольно странно. Я, если честно, в это исследование не верю. И тоже интересно, если у вас несколько детей, кто первый родился, мальчик или девочка. Пудра у меня будет рассыпчатая от Pupa Like a Doll. В принципе, все эти продукты у меня, мне кажется, были в фаворитах и бюджетных, и небюджетных. В общем, фаворитами своими сегодня делаю макияж. Закреплю тон на месте. Так, у меня сейчас меняется освещение, потому что я никак не могу справиться с тем, что происходит за окном. Там то солнце, то не солнце. Причем вроде как облачно, но солнце дает свои отклики. Давайте теперь оформлять брови. Никс их микрокарандашик. И чем этот классный карандашик? То, что он делает очень тоненькие линии. Кстати, это видео, возможно, чуть ли не одно из самых последних, которые я записываю на нашей старой квартире. Мы собираемся переезжать в эту субботу. Я уже очень хочу, но с другой стороны, знаете, так уже прирастаешь, что ли, к старым стенам. Мы в этой квартире жили около 9 лет. И эта квартира была самая первая наша совместная. Мы когда сюда въехали, здесь даже не было кухни. И первое время мы как-то даже думали, а, будем существовать без кухни. Девчонки, вы тоже спрашивали меня, точнее просили рассказать. И мне, в принципе, самой тоже обычно, если интересно, что-то слушать про беременность. То именно про то, как это в каких-то других странах происходит. Когда вы узнаете, что вы беременна, то есть делаете тест дома. И хотите, естественно, подтвердить и себе, и своему мужу, что да, так оно и есть. Потому что, ну, вы никак не изменились, и пока что никаких движений нету ещё малыша. Поэтому хочется прям вот удостовериться, что всё-таки есть ли это беременность или нет. Я записалась на консультацию к гинекологу. Сделали первый скрининг, увидели это жёлтое тело, то, что, да, я беременна, подтвердили. И на приём именно к акушер-гинекологу, к врачу в больницу вы можете прийти, начиная с восьмой недели. То есть я пошла на пятой неделе, подтвердила. И потом по телефону позвонила, мне сказали, да, приходите на восьмой неделе. Тогда уже можно будет вставать на учёт в больнице. И, получается, направили меня на первые анализы. И я всегда боялась, что во время беременности с меня будут просто какими-то литрами выкачивать кровь. А у меня с этим делом плохо, то есть мне становится плохо. Я обычно в оморок падаю, когда у меня берут кровь. Я не трусну, я боюсь. Я как я себя не настраиваю, всё, это не страшно. Я могу там в то время, когда берут у меня кровь, спокойно отсидеть, но потом мне обязательно станет плохо. Есть тут такие же, как и я, трусишки. Я не знаю, чего я боюсь. За всю пока что беременность. А сейчас у меня скоро начнётся седьмой месяц беременности. Там, опять же, по каким-то исчислениям он уже начался. Но сейчас я на двадцать седьмой неделе. В общем, я только первый раз, один раз сдала вот этот первый анализ крови. Думаю, что, скорее всего, скоро меня снова направят на кровь. В общем, я всё жду-жду, потому что думала, что надо будет много крови сдавать. Но нет. Каждый месяц вы приходите на осмотр к акушеру, к вашему гинекологу, который следит за беременностью. Она проверяет у вас давление. Она проверяет, насколько вырос животик. Она спрашивает ваш вес. Кстати, тоже читала, что девчонки в России там боятся именно этого момента, что просят встать на весы, посмотреть и начинают ругать, если слишком много прибавило. У нас даже тебя особо не ставят на весы, просто спрашивают. То есть, говори как есть или придумывай, что есть. Да, это основные моменты. Естественно, тебя спрашивают как-то вообще по ощущениям. Спрашивают ещё про движение ребёночка внутри, потому что это тоже важный момент, всё ли с ним хорошо. У меня, кстати, сейчас конкретные начались, когда он подрос. На 20-й неделе у меня начал расти живот. То есть, вот именно с 20-й недели стало понятно, что да, я, видимо, беременна. Однако, там, надевая какую-то одежду, такую балахонистую, всё ещё было не видно. Сейчас уже на 27-й неделе, мне кажется, сложно не заметить. Брови всё сделала. Теперь беру вот такой вот оттенок. Это Smashbox. Это просто светло-коричневый оттенок теней. В складку века. И в внешний угол глаза. Интересно, кстати, уже у имеющихся у меня в зрительниц мамочек спросить, поинтересоваться, как вы родили, на какой неделе, задержался ли малыш у вас внутри или родился раньше 40-й недели. Я растушевала этот светлый-коричневый, подчеркнула, можно сказать, форму глаза, также нанесла по нижней линии рост ресниц. И теперь я буду использовать немножечко для затемнения из палетки Lime Crime вот этот похолоднее оттенок. Вообще сегодня именно она будет у нас королевой вечеринки. Здесь очень красивые, видите, такие красные бургунди оттенки. Так, в общем, набираю на заострённую кисточку. Это Petite Cris. И начинаю наносить с внешнего уголка, как бы по диагонали. И растушевываю складку века. Теперь для самого яркого акцента вот этот цвет буду брать. Именно вот такое наслаивание один цвет на другой не должно дать эффекта заплаканных глаз, а наоборот просто подчеркнуть. Вот такой, кстати, бургундий цвет отлично подчеркивает голубой цвет глаз. Набираю этот же оттенок и наношу по нижней линии роста ресниц. Буду использовать вот этот тёмный оттенок. Наберу его на плоскую кисточку. Наношу по диагонали тоже этот цвет. Беру пушистую кисть и растушевываю. Вытягиваю к виску и втушевываю в красный и в складку. Так, ну вот на этом этапе, я думаю, мне достаточно будет затемнения. И теперь хорошенько всё растушевываю. Так, я тут смотрю, что дальше. По-моему, уже очень красиво, даже похоже. Вам как? Такой чисто осенний вариант. Так, сейчас будет один из моих любимых шагов. Любимый шаг это нанесение сияющего такого оттенка. И я думаю, буду использовать вот эту новинку от Пупа. Однушку теней из осенней коллекции. И его наношу вот сюда, на самом деле, не на середину века, а как можно ближе к ресничкам. Именно в том месте этот цвет будет улавливаться больше всего. Смотрите, как красиво смотрится этот цвет. И что ещё хотела обсудить, пока делаю макияж. Он как раз в тему. Делали ли вы беременную фотосессию? Я буду делать, и когда выбираю, в каком стиле хочу, отталкиваюсь от того, что мне не сильно нравится, точнее сказать, не нравится, в принципе, фотографии с оголённым животом. Но зато очень нравится в облегающих платьях. Либо телесного цвета, либо чёрного. Думаю, что-то подобное буду делать. После нанесения Мондаста выглядит как будто бы такие чуть-чуть влажные и слегка сияющие веки. Мне кажется, вот этот макияж идеальный для фотосессии осенней. Во внешний уголок глаза я тоже нанесу тени от Пупа. Это тоже необычный такой продукт, потому что они как металлизированные, что ли. Вот сюда. На фотографию девушки довольно ярко выражен внешний угол глаза. Красота! Мне очень нравится макияж, который получается. Так, ну что, мы, в принципе, подходим к завершению. Теперь нужно взять чёрный карандаш, желательно водостойкий. У меня от Релуи вот такой чёрный карандаш. И сделать любимое дело, нанести его на слизистую линию глаза. Если вам интересна вообще тема беременности, и частенько вы тоже мне в комментариях пишите, что чтобы я снимала видео на эту тему, я не обещаю, что будет много видео. Обязательно будет несколько о покупках для малыша. Но в Инстаграм я больше раскрываю все эти темы. По неделям рассказываю, стараюсь с вами обсуждать какие-то интересующие, животрепещущие вопросы. Давайте теперь накрасим ресницы. Сначала их подзавью. Я даже взяла накладные, потому что, судя по фотографии, накладные присутствуют. Но, не знаю, наверное, не буду их клеить. Постараюсь как-нибудь акцентировать именно с помощью продуктов. У меня будет основа под тушь, он же серум от Evelyn. Тоже миллион раз вам показывала. Мне очень нравится этот продукт. И тушь от Релуи, пышные реснички. Прокрашиваю как можно сильнее у внешних уголков. Потому что акцент, именно если ставить накладными ресничками, то именно туда. И теперь тушь. Чем дальше я, в принципе, двигаюсь по своей беременности, тем больше я понимаю, что то, что я сказала вначале, что мой канал никак не поменяется, это, скорее всего, неправда. И, в любом случае, и моя беременность, и ребенок, это часть моей жизни. И они, естественно, как-то будут отражаться у меня на канале. Так что, да, полностью, естественно, он не изменит свою тематику. Но в каком-то плане точно что-то изменится. У нас все в жизни меняется. И уж как-то отрицать и не показывать такой огромной части жизни, я думаю, я не буду. Ну что, макияж глаз готов. Немного подчеркну скулы. Мешаю два вот этих оттенка. Это у меня палетка от Гош. Очень классные продукты бюджетные. Красиво, натурально смотрится. Кстати, огромное всем вам спасибо за комплименты, которые вы мне делаете. Что под видео, что в Инстаграм. Так много девчонок, которые пишут, что у меня изменился взгляд. И, в общем, вообще я расцвела. Естественно, как вы понимаете, по себе сильно этого не замечаешь. Но мне безумно приятно. И нанесу также вот сюда. Кстати, это у меня обруч надет от Витапирони. Тоже очень много вы спрашивали по поводу него. Я тоже оставляла ссылки много раз. Но всегда он вызывает такой интерес. Последний шаг. Это губы. Губы у девушки очень красивые. Такие они, во-первых, очерчены карандашом. Во-вторых, они не матовые. Они немного металлизированные. Мне в этом будет помогать Lime Crime. Это Red Hot оттенок. И в качестве вообще самой помады буду использовать бюджетные альтернативы. Карандаш от Reluio в оттенке 04. И с такими темными помадами, которые сами по себе визуально уменьшают губы, желательно прокрашивать чуть выше, там, на парочку миллиметров. И причем, когда вы пытаетесь увеличить губы вот этим способом, именно прокрашивая их чуть выше, увеличивайте их только сверху и снизу по серединке. То есть по бокам не делайте. Потому что по бокам это очень сильно бросается в глаза и некрасиво выглядит в итоге. Знаете, в принципе, я смотрю на фотографию и понимаю, что мне вот интенсивности от карандаша уже достаточно. Поэтому я просто сейчас чуть-чуть нанесу немножечко металлизированной помады от Lime Crime в оттенке Red Hot. Слегка касаясь. Обалденно пахнет. О, ну смотрите, как красиво становится. Как наливное яблочко. В принципе, я вначале сомневалась, но этот цвет даже просто оживляет губы. Ну вот, девчонки, на этом образ завершен. Как вам такой макияж? Я вообще сама в восторге. Я даже не ожидала, что настолько красиво получится повторить и настолько классно он подойдет именно мне. Напишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Если понравилось, то обязательно повторяйте. Также напомню, что если вы хотите подобрать себе подходящий для вашей кожи уход за лицом, то обязательно проходите тест. Я ставлю ссылку на него под видео на сайте La Roche-Posay. И если вы любите видео подобного плана собиралки, то огромное спасибо за ваши пальчики вверх в поддержку. Я вам желаю отличного настроения. Мы с вами совсем скоро увидимся. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok